Ну что, привет интернет! Наша студия не перестает освещаться лучами мыслей И сегодня у нас, я очень рад этому, что Досим Сатпаев любезно принял мое предложение поговорить Я тут разорялся перед интервью, что крайне важно, на мой взгляд, я хочу показывать и буду показывать людей которые берут на себя в наше сегодняшнее непростое суетное время труд думать Это очень сложно, на мой взгляд, думать системно и слышать какие-то там вещи, которые не слышат Многие Досим у нас, я хочу еще проанонсировать книгу, мне вот, я похвастаюсь, мне вот даже подписали Понимаете, коктейль Молотова, анатомия казахстанской молодежи Я недавно совсем наткнулся на публикацию на Ганзе об этом И меня очень эта тема заинтересовала, потому что тема-то не безинтересна тем Что, собственно, эта молодежь там через какое-то некоторое время совсем Она будет руководить, к примеру, там, этой страной Печь хлеб, чинить дороги, не знаю, там, учить наших детей То есть это все два с половиной миллиона, я слышал, у нас молодых людей Ну, как там, какого-то вот этого 27, около 27% Ну, вот, получается, это 27%, ну, что-то на то, даже побольше получается, если вот И это не шуточная цифра И о молодежной политике там говорилось очень много Сейчас не жидко охот туда там залазить Но вот два слова, давайте начнем с того, вообще, про что эта книга Во-первых, слава, также большая благодарность за приглашение Потому что, на самом деле, редко найдешь людей, которые хотят говорить о многих разных вещах без каких-то рамок Это очень важно Да, а что касается самой книги Ну, во-первых, это коллективный труд То есть, само обсуждение у нас было осенью прошлого года После того, как мы издали первую книгу По-названию «Сумеречная зона для ловушки переходного периода» Эта книга была еще более, касательно более деликатной темы В связи с возможными вариантами смены власти в Казахстане То есть, прописывали разные сценарии И когда мы писали эту первую книгу Изучали мировой опыт В частности, опыт арабских стран, где прошла вот эта известная арабская весна Постсоветская пространство, где также произошли смены власти Мы обратили внимание, на самом деле, на очень интересный тренд Что в авангарде вот этих всех активных политических действий стояла молодежь Если даже помнишь цепная реакция с Туниса, когда началась, да? С чего началась? С молодого человека, который облил себя бензином в знак протеста И потом пошло-поехало До такой степени, что до сих пор отголоски, да? И вот мы попытались понять, а здесь внутри страны нашей На самом деле, вот, то, как определяет понятие молодежь, да? То есть, из чего нас состоит? Из каких групп? Какие там настроения могут быть? Вообще, есть ли риск того, что какие-то политические силы Через какой-то период времени захотят использовать часть молодежи? Естественно, не всю, да? Своих политических целях Тем более, вот, буквально, не дан Интересно, не успел выйти наши книги И тут же в Алмате, помнишь, да? С футбольными фанатами этих интересных инициативов По улице Да, где они по улице прошли Здесь ли лозунги, да? Обозначающие их жузовую принадлежность Тоже интересный момент, на самом деле То есть, вопрос, который связан с идентификацией То есть, чем себе идентифицирует молодой человек, да? Вот Этот вопрос настолько важен, потому что без него мы не сможем, по сути, сформировать такое понятие, как гражданство, да? То есть, ты знаешь, споры до сих пор идут, да? Какой гражданство здесь должно быть когда-то стать, да? То есть, идентичность какая? Гражданственная, либо этническая То есть, на основе какой пазм? Да Вот Все же опять упирается в то, какие вот эти, так называемые, бенчмарки, да? Индикаторы мы закладываем в голову молодых людей Ты правильно заметил, что через какое-то период времени на их плечи Возвольство ответственности за всю страну Нет, ну Во всех сегментах Хочешь, не хочешь Хочешь, не хочешь, да? Мы будем старенькими уже В том-то и дело В том-то и дело Они, я не знаю, уже неактивными А они как раз войдут в силу, да? И начнут что-то делать Ну, как говорил профессор Пеборженский Если разруха и кризис начинаются с головы Да То и от идейной каши, если она царит в голове Появляется большое количество разных проблем И действительно Основная проблема социальных в том, что у многих молодых людей На самом деле внутри такая же каша, как и у взрослых людей Согласен, да? Причем я не думаю, что это вот каша в голове Это целиком приоритет молодежи Я вот абсолютно согласен У нас огромное количество взрослых людей Которые четко не сформулировали для себя Своё вот это вот бусидо, да? Там как бы жизненное Определённый свод правил И самое главное не к универсальному Универсальную шкалу ценностей, да? Конечно, есть у каждого своя индивидуальная шкала ценностей Но есть некая универсальная основа, да? То есть традиционно обычно это закладывают какие-то религиозные институты Но они, честно говоря, характерны для всех мировых религий И даже на уровне какого-то гражданского уголовного права Они сочетаются с религиозными в принципе Не укради, не убей и так далее Так вот этой шкалы ценностей, к сожалению, в Казахстане тоже универсальной И всеми признанной нет Она в каждой семье часто бывает своя В семье, например, чиновника У которого растёт своя золотая молодёжь, своя шкала ценностей И потом что мы видим? По итогу, да? В пьяном виде шипают людей на улицах Потом выходят быстренько, да? Из СИЗО по тем или иным причинам, да? И опять же некий пример для подражания Типа с меня, как из гуся вода Это тоже в какой-то степени говорит о том, что Вот эта идейная каша, разрушение этой шкалы ценностей Она характерна даже для тех людей, которые по идее Исходя из своего статуса Да, в том числе и государственные Должны определять То есть, подобных примеров Если мы говорим о гусярове В конкретном виде, я не думаю Что там очень большой градус Потому что, ну, очень высокопоставленных Условно, для чиновников Их, собственно, и немного, да? Ну, на самом-то деле Поэтому и детей, соответственно Их много быть по определению не может То есть, да, это возможно Да, это вот четко зафиксировано имеет место быть Но там процент небольшой Ну, знаете, кстати, слова Вот в этой книге мы тоже интересный тренд заметили То, что маргиналы ведь могут быть не только уцайдеры Так некий там определенный процент населения Который уснул там толкать тележки на базаре Не имеют будущего, да? Или внутренний мигрант Который приезжает сюда И создаёт, так называемая, площадь сахитов Да, вот есть такое название Вот как у крупных городов Маргиналы могут и представители элиты быть Это известный принцип Из грязи в князи Шариковская Померс, да То есть, в 90-х годах Мощный рывок вот этих людей наверх Но у них параллельно с этим Не выросла и так называемая В так называемом уровне культуры В том числе культуры богатства Ну да, ну воришь Конечно Вот обратите внимание Сейчас, например, на Западе Известные миллиардеры Уоррен Баффет, Билл Гейтс и так далее Они создали некий такой неформальный клуб Правила, которые очень простого Если ты в этот клуб входишь То после своей смерти Или даже при жизни 50% своего состояния Ты отдаёшь на благотворительность И сейчас я замечаю тренд Что большое количество миллиардеров В основном на Западе Присоединяются к этому клубу То есть, они заложили даже некий определенный Как-то правило упущено То есть, как бы новый такой Свод для очень богатых людей Надо делиться Так вот, вот этого правила Нет У многих из тех, кто сейчас По сути определяет Культурную жизнь Потому что они, извините Издают законы Финансируют телены Культурные учреждения Идеологическую жизнь Потому что они разрабатывают Какие-то идеологические программы Которые по факту никому уже не нужны И так далее И вот выходит то, что на самом деле Эти проблемы не в самой молодежи Молодежь, она всегда Как показывает практика индифферента Она всегда максималистически ориентирована Это психология Проблема в государстве Которая в нужный момент Когда, по идее, от молодежи ждет поддержки Определенной Эту поддержку не получает И возникает проблема То есть, когда молодой человек Не обязан этому государству Ничем Тем более, родители всегда говорят Мы этому государству тоже ничем не обязаны Мы выжили сами в 90-х годах Мы сейчас сейчас работаем на базаре Справедливости ради В 90-е годах государство имело Наших родителей вообще как хотело Это факты То есть, сначала отобрали деньги Накопленные Потом вергли Потом развалили Советский Союз Плохой он был, хороший Но люди в один момент Остались непонятно Вообще, чего Гражданами Да там много Я помню Вот это прям хорошо Наши родители приходили Вообще там с пустыми глазами С потухшими Домой Они вообще не понимали То есть, мой отец всю жизнь родине служил То есть, в один момент Это стало вообще не нужно И родина, собственно, пропала То есть, и я помню Какой это был Ну, как бы шок То есть, человек, который Ну, всю жизнь им там Защищал закон, порядок А закон, оказывается Там, я не знаю Братки в культер Стали национальными героями Да, понимаете Ну, это из телевидения Это все к нам неслось В спорте бригада Да, там, фильм, где там Мочилова Там сплошно идет В каждой серии Это же там Был бестселлером Да, то есть, по сути своей Согласен абсолютно И, кстати, вот здесь Слава-то заметил Подметил очень важную На самом деле Не каждый это замечает Упомянув 90-е годы Это проблема криминализации сознания Да И такая ситуация С 90-е годов, да? То есть, когда постепенно Это тоже перешло Немного по наследству И от 90-е годов И вклинулось в сознание Некоторых молодых людей Они считают Что, хозяевами жизни И для этих людей Которые могут нарушать законы Да Даже те люди Которые подъедете Законы должны защищать Вот Поэтому ты тоже отметил То, что Если в 90-х годах Так называемыми героями Дня были Братки Сейчас же это в основном Представить Ну, кстати Нужно вот Справедливо Я считаю Будет сказать Что Там вот ругают государство За то, за это Да Но Шутки шутками Ну, у нас Братков Вот, допустим В том понимании Этого Ну, все же таки Нету Понимаете Ну, никто не приходит Но это четкая заслуга Государства А это, кстати Тоже есть Определенный Такой мировой тренд Да Вот Понятно, что Например Некая такая Вахханалия От преступности Была характерна Для России Да Да Где, по сути В 90-х годах Особенно Организованные преступные Группировки По сути Хозяйничали В целых регионах И даже в Москве И Лоббировали Кстати И представители И своих криминальных групп И в Госдуму И так далее В Казахстане Этого не было По одной простой причине Потому что С начала 90-х годов Ну, ориентируясь Даже, скажу С 95-го года Когда были внесены Была принята Новая конституция В которой были заложены Принцип усиления Президентской власти Здесь складывалась Сильная Исполнительная Президентская вертикаль И это, кстати Привело к тому Что был некий порядок В этом государстве Существует четкая Понимание Что такое власть Не может быть Альтернативной власти Потому что Преступность Криминал Это всегда Альтернативная власть Неформальная Преступность Ее тихо-тихо Постреляли Это же было Вот одно время Вот просто взяли И постреляли Да То есть Если помните 90-х годах Было Немало тоже наших Не так много Конечно Но было Местных авторитетов Некоторые погибли уже Кто-то В тюрьмах сидит Но была Вот я например Тоже читал интервью Некоторых наших Оперативников Они же опасались Что будут некий экспорт Из той самой России Из Кавказа Криминальных авторитетов Которые захотят Здесь установить контроль И всеми силами Не пытались Этот экспорт Скажем так Криминального Товара Предотвратить Но он кстати Опять же Непонятно По каким причинам Но он не произошел Но это я думаю В какой-то степени В том числе И связано С более-менее Эффективной работой Правоконтролитетных структур Хотя Нету же у нас Я не знаю Донов Королевонов Каких-то там Российских Грузинских Ну и потом Не забывайте Все-таки страна у нас маленькая Это не 140 миров Как Россия У нас тут Ну 17 с лишним Все друг друга Фактически знают Понятно Что и вылите Не может быть большое количество людей То есть Если там можно затеряться Затесаться Где-нибудь Здесь тяжело это сделать Ну да Там да Сколько там 12 часовых Поясов По России Там можно Ааа И так Вот это вот Через сутки Где-то услышать То есть Здесь С этим Намного сложнее Конечно На самолете Облетать Надо 12 часов Этого России Да Но С другой стороны Когда говорят Организованном преступной группировке Это понятна Одна проблема Криминального рынка Но есть еще другая часть Криминального рынка Это коррупция По сути коррупция Это тоже самый криминал И при этом Еще хуже Когда Те же самые криминальные действия Совершают люди Которые с виду Не похожи на бородков Да Ну да Вальяжные Интеллигентные В очочках Ну посады Которых даже Люди сейчас Судят Закончили Хороший Да Да И Долгое время Очислились в списке Скажем так Перспективных Чиновников Да То есть И вот возникает Если это вопрос А кто представляет Более серьезную угрозу Да То есть Браток Который По сути Его видно Да И внешний Видно Все его знают Да Все его знают От участкового До торговца Или Например Троянский конь Да В виде какой Коррупционера Который сидит До поры до времени Себя активно Не проявляет А потом Пац Из-за его Коррумпированных действий Происходит катастрофа Нет Ну вот Мне просто Интересно Раз уж у нас Я честно сказать Не любитель Этих всех разговоров А почему Потому что Ну вот Взять с коррупцией Я прямо Объясню свою позицию Ведь есть Существенная Мировая Как бы Практика Да Там Современные Не знаю Там еще Там Хамурапи И Ману Да То есть Что Коррупцию А в Турции Главного визиря Ему голову рубили В среднем Раз в три года Это было трендом Ну вот Я читал Исторические Какие-то вещи Просто Янычары Начинали Бить в котлы И еще Ну что надо Рубанули Пару визирь И все Янычарам Дали чуть-чуть денег У тех Отобрали У визирей Раздали всем денег Все разошлись Все довольны Опять там Пять лет живем Новый визирь Успешно Там короче Ворует бабки Потому что Ему что переживать Все равно Рубануть голову Через пять лет Это тренд Там старых визирей Не бывало По-моему Вот То есть И мы понимаем Что в принципе Коррупция Она неискоренима Ну по моим ощущениям Ввиду просто того Что слаб человек То есть Это чистое Человеческое У нас Ни правительство Ни правоохранительные органы Не воспитываются В Шаолиньском монастыре На горе Фудзи Откуда они Намоленные Спускаются вниз И начинают Собственно Бороться С преступностью Или заниматься Государственной Это наши люди Из соседнего подъезда Которые волею судьбы Я не знаю Чего Просто стали На какие-то Пошли Эти должности Кстати Мы вот в каком-то Из интервью Говорили Что Да не все Туда сильно и хотят Это крест немалый Допустим Вот я считаю Быть там Допустим Правоохранителем Или же Управлять Государством Госорганом Я считаю Это архитяжелая работа Всего думаешь Что им повезло А я вот что-то так Не чувствую Что им так уж повезло Это по принципу Видишь начальному Шуловку сыром Считаешь Что тебе повезло А казах Снутри Кстати Тяжело тоже Выбраться А почему Эту тему По поводу Коррупция Мы значит С криминализацией Сознания Который В том числе Задевает Нашу молодежь То есть Понимаешь В любом случае Если молодой человек Видит Что например Его родители Ушло Дают Дъявки При этом Умудряются Это делать Даже С детских Садов Детские Сады Школы Университеты Естественно Это Сары Назвал Универа Диплом Хана Мне так Понравилось То есть Как бы Это вообще Новое Абсолютно Для меня Было Слово Такое Очень Удачная Капиляция То есть Действительно Ну Ведь Немного У нас Институтов Которые Дают Это Образование Это вообще Отдельный Вопрос Потому что У меня Я изучаю Соответственно Этот вопрос У меня Две Дочери Я сижу И чешу Голову Что делать С ними Потому что Ну Я Понимаю Как Человек Который Где-то Там Близко Бизнесу Находится Что По сегодняшним Временам Диплом По сути Своей Ничего Не значит Он утерял Советскую Тяжесть То есть Значит Реальные Твои Качества Которые Ты наработал За вот За вот эти 5 лет Обучения Что ты Можешь Конкретно Ты можешь Исполнять Дедлайны Ты можешь Решать Конкретно Поставленные Задачи Мне кажется Сейчас Бизнес Он предъявляет Очень жесткие Эти Начну 10 лет Изучение Специальных Знаний То есть В вузе Айтишником Ты не станешь То есть Там Они ввели Интересную Специальность Проект Менеджер То есть Когда он Зная Обладая Каким-то Набором Айтишных Знаний Он Может Делать Вести Проект Ну Допустим Там Создать Какой-то Портал Коммерческий Типа Колеса Крыша Кто Может У нас Сколько У нас Условно В стране Айти Менеджеров Которые Могут Создать Проект Уровня Допустим Колеса Крыша Допиток Если Наберется То есть Ну По Моим Ощущениям Не много Совсем А Они-то Денег И стоят На самом деле Но это мы сейчас Немного Отплеклись Почему Отплеклись Потому что Ты затонул Систему образования Которая Кстати Варится И основная Часть Молодежи На разных Уровнях И Понимаешь Давай Сказать Из того Что Во всех Странах Мира По сути Система Образования Это очень Консервативная Структура Чтобы провести Реформу Системы Образования Которые Будут Со многих Денег Много Это Рассчитывают Не на быстрый Финг Профессор Уже В том То и дело Да Поэтому Это требует Очень Многих Ресурсов Вот И при этом Казахстане В чем проблема Казахстане Проблема В том Что у нас Отказались Даже От тех Лучших Традиции Советского Образования Да Оно Было Универсиналистским Челкой же Вбивали В голову Все Что угодно Да Да Я помню Советская Школа От Историй Средних Веков До Препарирования Лягушек И германия Меня убивала Вот Химия Меня Она Просто Расстреливала Вообще Подходила Каждый урок И вот Стреляла Мне в голову Потому что Я когда Видел Я до сих пор Вспоминаю Вот Эту Ужасную Формулу Вот Длинный Там H2SO4 Это Все Что я Запомнил С химией Есть H2O Это Вода И H2SO4 Это Серная Кислота Я Профан Полный Но Формулу Которая Там Заканчивается Где-то Там Уже Возле Двери Да То есть Мне говорят Что я Должен Вот В этом Разбираться И Причем Они Так Это Все Обставляли В советское Время Что Если Ты Вот В этой Формуле Вообще Ее Не Любишь И Не Знаешь Что Ты Понимаешь Что Ты Дебил Вот Я Собственно С Этим Комплексом Неполноценности Как Там Раздавал Определённый Принцип Отсева Как В Китае Многие Вопрос Почему В Китае Был Такой Мощный Любок В спорте Все Очень Просто Они Набрали Сотни Тысяч Детей Своей Секции Благодарю Что У них С народу Проблем Нет И Ведут Мощный Дет Отсев Этих Детей И 100 Тысяч Там Десять Тысяч Пять Тысяч Потом Уже Появляется Олимпийский Чемпион Во всех Видах Спорт Партизки То же самое Советское Время Всех Через Общую Сита Сели Потом Великие Физики Неплохие Математики И Секретарь Это Кстати Те Кто Летит И Хорошо Показал В химии Физике И так далее То Хорошо Изучали Историю Партии Я Думаю Что Я Наверное Попал В комсомол Если Будь Развалился Чему Эту Тему Поднял Да В Советском Союзе Была Одна Края Но Там Были Определенные Плюсы Но Например Я знаю Есть Выражение В Америке Называется Профессиональный Идиотизм То есть Когда человек Узко Знаком Со Своей Специализацией Что Шаг Право Шаг Лево Для него Как Растет То есть Он Может Быть Условно Там Стоматолог Например А Всех Все Что Стает В твоем Зубе С ним Попытайся Говорить О глобальных Каких-то Вещах О философии Об искусстве Начинается Возникать Определенные У него Сдвиги Немножко В этом Ну вот Это Где-то И Вы Такие Принципы Разделяете Я В одном Из Ваших Читал Что Вы С Литературным Героем Ассоциируете Шерлоком Холмсом То есть Я не знаю Это Правда Нет То есть Подтвердите Это Я Вот Прям Это Кстати Нагуглил Я Это Все По-честному Попытайся У Штан Холмса Одно Интересное Выражение Не Превращайте Свою Голову В Чердак В Пыльный Чердак Который Должен Обружать Большим Количеством Ненужных Всевдом Умных Вещей Вообще Для Меня Признак Умного Человека Не Количество Умных Фраз Которые Выговаривают Научные Термины Когда я Был Аспирантом Эмпирический Эмпиритив А тот С победоносным Торжественным Видом На тебя Взирает Приквозил Бугашку Животное Бессмысленное Понимаете Когда Слава Я был Аспирантом Я преподавал Студентам Ну просили Профессора Замените Я их Учил Двум Важным Правилам Если Вы хотите Быть Настоящими Учеными Вы Должны Писать На двух Уровнях Академически Понятно Что Это Непонятное Которые Понятен Для таких Людей Которые Вы Собираетесь Прочитать Научно Научной Среди И писать Публицистическим Языком Журналистов Чтобы Самая Сложная Сложная Вещь Подать В простой Понятной Упаковке Ну это Собственно Тема Уникальной Священной Писания Там Написано Огромные Вещи Которые До сих пор По большому Счету Не осмыслены Потому что Мне понравился Шнур На эту Тему Здорово Высказался Авдотья Толстая Он был У них На школе Злословия И Зашел Разговор О Обсуждении Темы Божественного И Шнур А он Шнур Это же Тоже Уникальная Вещь Он Выпускник Духовной Семинарии Мало Кто Знает И Он Сказал Что Когда Вы Рассуждаете О Боге Вы Пытаетесь О Восьмимерном Рассуждайте Из Трехмерного Мира То есть Ваши Рассуждения В принципе Абсурды Потому что Находясь В Трехмерном Мире И Имея Все Органы Чувства И ощущения Трехмерными Вы Пытаетесь Как-то Осмыслить Восьмимерную Вещь То есть Это Нонсенс Ты Хороший Пример Привел Который Опять Возвращение Системы Образования То же Самое Мир Многомерен А Система Образование Напоминает Телегу С колесами Даю Красить Телегу Понимаешь Все Уже Давно Все Хотят Поставили Даже Двигатели Трактора Телеги Все Хотят Ездить На Более Скоростном Болете Больше Конкуренция Растет Все Хорошо Понимают Что Любое Государство Которое Хочется Назвать Конкуренто Способным А оно Не Конкуренто Способно Потому что Построили Какой-то Инновационный Завод На Которую Никто Не Может Работ Потому Что Нет Специалистов Хотя Закуплены Миллионы Оборудований Конкуренто Способное Государство То Где Конкуренто Способна Система Образования Который Порождает Тот Самый Человеческий Капитал Нам Надо Создать Я Вот Сейчас Глядя На Вас Смотрите Как Интересно Я Понял Что Нам Нужно Создать Нам Нужно Создать Практик Юниверсити То Что Это Такое Там Не Должно Быть Ни Одного Академического Профессора Пускай Политологию Читает Марат Шибутов Или Досом Сотпаев Ну Почему Потому Что 20 Лет Уже Как Минимум Эти Ребята Не Сходят С Политологического Пути Они Много Думают Они Много Читают У Них Какие Одни Им Понятные Точки Сборы Информации То Есть Это Такие Маги Волшебники От Политологии Которые Потом Нам Вещают Чего Нас Ждет Ну Это Логично У Меня Теперь Доказательство Может Послужить Простой Вопрос Досом Уважаемый Наш Политолог Всеми Изданиями Какими Можно Только Цитируем В Каком Университете Нашем Казахстанском Вы Преподаете Молодец Это Почему Бизнес Не Преподает Смогу Нурвандер Кибуладович Понимаете Ну Он Прекрасно Умеет Этим Заниматься Но Ведь Он Тоже Не Преподает Почему Айдан Карибжанов Не Преподают Инвестирование Понимаете Вот Если Я Не знаю Я понимаю Что Это Не Просто Создать Такой Университет Вот Вы Представьте На Минуту Что Вот Такие Мэтры И Такие Как Ну Бизнес Там Про Историю Ну Что У Нас Мало Прокачанных Историков Ну Почему Юристы У нас Есть Хорошие Юристы Профессиональные Финансисты Хотя Я Вот Уже Последнее Время Белых Воротничков У нас Переизбыток Вот Вы Как Человек Который Видит Картинку Целиком Как Можете Прокомментировать Про Про Процент Вот Белых И Синих Можете Школ Опять Здесь Вещь Это Тоже Многофакторная Проблема Да Многие Вот Кого-то Кого-то Не Спросил Почему Это Каждый Сделал Акцент На своем Тот Скажет О рынке Труда Что У нас Дисбаланс Большой Он Не Сформирован Кто-то Скажет Даже Уйдет Чисто Менталитет Традиционно Советских Времен Последний Чебан Мечтал Чтобы Его Ребенок Поехал В город Получил Образование И Непас Овец Был Начальником Преподавал Юристом Но Главное Там Это Кстати Очень Хорошо Потому Что Это Отличается Очень Интересно Вот Этот Казахский Менталец Родители Всегда Хотят Чтобы Дети Были Лучше Да Не 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 Во всех Обществах Так Ражит Там Отец Гончар И сын Будет Гончар Я Передам Пускай Работает Не 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 Больше Вот Здесь Я Думаю Это Связано Как Раз С Тем Что Есть Проблема Опять же Как Это Странно Многие Может Не Будет Ожидать То Что Скажу С Героями Нашего Времени Вообще Какое Интересное Герои Нашего Понимаешь Вот Вспомни Даже Если Брать Тот Период Молодые Люди Дети Даже Кем Мечтали Быть Да Ведь Они Мечтали Быть Похожим На Конкретного Человека Я Он Прыгнул Там С Корабля Я Помню В Ледяную Воду Чем Поразил Всех Мальчишек У Меня Вот Были Такие Образы Я Хотел Поймать Шпиона Обо Мне Вы Написали Нормально Пионерской Проравни И Я Поехал Квартель То У Изобретать Новые Какие-то Определенные Продукты Государство Оно везде Официально Заявляет То Что Мы Реализуем Индустриально Инновационную Программу Так Вот Если Мы Хотим Чтобы У нас Появились Ученые Появились Инженеры Которые Могли Быстроить Роботов И так Далее Так Вы Должны Создать Некий Образ Культ Людей Труда Которые В этом Сегменте Работают Ученый Без связи Без блата Получил Все Славу Деньги Должность В университете И так Далее Вот Билл Гейтс Казахстанский Который В гараже Собрал Компьютер Без связи Без блата Без денег Заработал Миллионы Никто Эти миллиарды Не отобрал Потом Понимаешь То есть Когда У молодого Человека Будут Вот Эти Образцы Слушайте Да Даже Соберут Круто Не Ну Все Я считаю Икона Понимаете Так еще Веселее Кстати Еще В концерт Обрали Еще Орел Мученик Билл Гейтс Он Я считаю Собственно Более Его Канонизирует Понимаете Как Нет Просто Даромат У тебя Какие-то Садистские Доклонности Почему Без мученичество Надо Пострадать Извините У нас Понимаете А Духовный Скорел Понятно Доработал Доработал Многоматериального Тебе Подумай Духовном Ну Конечно То есть Это же Нет Просто Так Как-то Это Все Красивее Я Считаю Билл Гейтс Именно Вот Немножко Мучество Не Хватает То есть Вот Эти Перекосы Понимаешь В неких Героях Нашего Дня Кто Герой Человек Который Условно Опять Кто Герой По Моим Ощущениям Я Героями У нас Напряженка То есть Мне сейчас Скажут Герой У нас Это Депутат Я не знаю Но Это Я не думаю Что Тоже Правда То есть Как бы Ну Давай Сказать Собирательный Образ Героя В основном Кто Это Успешный Человек При Деньгах При Связях То есть То Что Есть Собирательный Образ Который Остереживается Словом Агашка Кстати Все Думают Что Понятие Агашка Так вот Для многих Молодых Людей Молода Агашки Да Молода Агашки Молода Тюрки Молода Агашки Молода Агашки Да А можно Убирать Молода Агашки Потому что Все таки Они Не Агашки Да Но Но Хотят Быть Как Агашки Да Вот 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 Этот Образ Собирательный У многих Тоже Существует При Это Желательно Без Кропотливого Долгого Труда Окончил Университет Сразу Получить Хорошую Работу С хорошей Заплатой Было бы Неплохо Чтобы Секретар Очень сильно Обижается Когда Вышел Работодатель А вы Соответствуете Как Я Закончил Услов Какой Университет Потразил Столько Денег Как Соответствую Учитывая То Что Система Образования Напоминает Телегу А он Приходит Компанию Где Кто Тоже Едет На Болидах Потому Что Бизнес Немного По Иным Правилам Живет Естественно Что Нужно Переучивать Вот Этого Возчика Коллеги Я Сейчас Хочу Сказать Один Интересный Моё Наблюдение Все Считают Политолога Если Смотреть На Него Через Информационную Призму Ну Это Такая Бомба Которая Может Сейчас Что Сказануть Что Потом Это Даже В интернете Страшно Показывать Посмотрите Какой У нас Веселый И Замечательный Разговор С Политологом Ведь Никому Ж Сейчас Не Страшно Понимаете Я Просто Сейчас Поймал На Мысли У Какой Пятничный Шоу Есть Такая Есть Такая Передача Разрушители Мифов Разрушители Миф Что Политологи Страшные Супер Серьезные И Вот Скажешь Что 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 В Моей Жили Понимаете Нет Опять 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 Моя Любимая Фраза Из Фильма Тот Самый Мюнхавл Помнишь Стернковским Я Помню Что Улыбайтесь Господа Подвиг Совершать Шоу А Фильм Гениальный Многие Элементы Перейти На Константскую Действительность Но Вот Его Фраза То Что Улыбайтесь Господа Серьезное Лицо Еще Не Признак Ума Классическая Фраза Потому Что Опять С Таким Серьезным Видом Выражения Лицам Многие Глупости Свершать Подлости Гадости Хорошо А Вот Я Всегда Задаю Мне Недавно Даже В личку На Фейсбуке Один Я Все Время Задаю Во второй Части Программы Интересному Собеседнику Такому Состоявшему Какому Дядьки Вроде Вас Дайте Рекомендации Что Делать Молодым Людям Чтобы Стать Успешными Недавно Мне Один Парень ФБ Мой Дам Оказывается Зрители Этой Программы Он Говорит Слава Ты Достал Что Ты Все В конце Спрашиваешь У них А теперь Научите Нашу Типа В кавычках Идиотскую Молодежь Как ей Жить Мы Нормальные Он Обиделся То Слава Мы Пашем По 12 Часов Да Мы Добиваемся Да Мы Воюем Да Мы Работаем Че Вы Все Время Про Эту Молодежь Че Вы Склоняете Все Время Но Я Уважаемая Молодежь Я Про Вас Никогда Плохо Не Думал Я Знаете Просто Вспомню Мое Где-то Не Очень Мне Было Понятно Чего Делать И Как Делать И Я Пошел Когда Пришел На Работу И Слава Богу Что Вокруг Меня Были Мудрые Наставники Которые Мне Что-то Подсказали Которые Меня Научили Слава Богу Кстати Молодежь Что У меня Была Масса Примеров Литературных Героев Вот Все Таки По Моим Ощущениям Читаете Того Немного Вот У Меня Был Извините Бальзак С отцом Горио У меня Был Джек Лондон С Мартином Иденом У меня Был Достоевский С братьями Карамазовыми У меня Был Чехов Со своими Безумными Рассказами У меня Был Толстой У меня Был Драйзер У меня Был Пикуль От которого У меня Волосики От некоторых Вещей Я Пришел Помимо Оффлайновых Помогает Которые Добрые Люди Мне Помогали Как Горькому В людях У меня Были Еще Вот Эти Друзья Которые Я Смотрел Я У них Спрашивал Как Они Поступали В тех Или В тех Ситуациях Условно Ну Мне Кажется Что Вот Этих Литературных Друзей У Сегодняшней Молодежи Там Как-то Немного Поэтому Тому Парню Ответил Сейчас Опять В конце Напишут Неруш Проговорил Все Интервью Сам Сволочь Мы Тебя Уже Наслушались Не Дался Отпал Во-первых Мне Интересно Тебя Тоже По Поводу Меня Куда Не Открой Какую Газету Какой Телеканал Включить Везде Он И Опять Ж Ничего Нравится Везде В бабочке Вот Это Респект Уважуха Это Тоже Очень Важно Спасибо Вчера На презентации Самсунга С4 Я люблю компанию Самсунг Могу ее назвать Кстати Я сам пользуюсь С3 Ко мне подошел Один молодой человек Такой Здравствуйте Слава Я так понял Что он меня Откуда знает Он говорит Художник Карикатурист Представился Мне так это было Приятно Это настолько Редко И вот Когда я до самого Вижу В его бабочки Я испытываю Вот такой оргазм Маленький Микро Такой оргазм Сродни Вот этому Он подошел Здравствуйте Художник Карикатурист И назвал Свои имя Такой Кайф Это же Так Редко Приходит Художник Карикатурист Просто Я говорю Чувак Я вот от тебя Ребенка Хочу Ты Ты Только Пожалуйста Не Меняй Профессию Я Я его Попросил Я говорю Знаешь Я понимаю Наверное Тебе Нелегко Живется Но Не Меняй Профессию Вот Кстати Хороший Тоже Пример Четко Знает Чем Он Занимается И Что Ему Нравится И Кстати Ты Спросил По поводу Пожелания Ты Сам Ответил На этот вопрос В самом начале Первое Пожелание Знаете Жизнь Вещь сложная Все это Хорошо Понимают Да Думаю Что Многие Уже Догадываются Да Но Первыми Учителями В этой Жизни Всегда Являются Родители Первыми Это Говорят Что Первое Государство Для Ребенка Это Семья Где Президент Отец Или Мать Да Ну И Правила Которые Он В этой Семьи Видит Он Потом Переносит На Жизнь Вторые Учителя Это Книги Здесь Ты Правильно Отмечил Читать Нужно Больше Не Твиттер Не Комменты Там Особо Не Разойдется Не 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 Помнишь Этот Известный Анекдот 90-х годов Про Нового Русского Я Говорят Всю Ночь Не Спал Все Лемя Перечитывал Перечитывал Вот Эти Твиттер Не Не СМС Всю Ночь Не Спал Перечитывал СМС Нет Твиттер Вот Социальные Сети Это Четкое Есть Понимание Чем Они Полезны Это Ссылочные Сервисы Если Мы Подпишемся На Досом Садпаева Я Кстати Хотел Сегодня С утра В фейсбуке Подружиться У меня Этот Лимит Друзей Уже Кончился На днях Думаю Зараза Можно Кстати В фейсбуке Подписаться К чему Я Что Досом Садпаев Будет Вам Кидать Ссылки Ссылки Он Не Будет Скорее Всего Кидать Ссылки На Порно Сайты То Что Мне Подсказывает Он Будет Кидать Ссылки На Какие Умные Веси Книги Или Статьи Которые Лично Волнуют Какие То Вы Поймете Какие То Вы Не Поймете Но В Тотали Это Полезная Штука Что Твиттер Допустим Что Фейсбук Потому Там Это Ссылочный Сервис По Поводу Возвращаемся К пожеланиям Окей Семью Это Кому Как Повезет Но С книгами Может Повезти Всем Это Не Обсуждается Сейчас Слава богу Нет Такого Дефицита Как Наше Римя Когда Мы Помнишь Макулатуру Задавали Получали Книжки Булгакова Нагрузку С С С Спорт Магазин Слава богу Сейчас Большой Литература От Профессиональной До Художественной Но Читать Это Одно Второе Третье Важное Пожелание Думайте И Осмысливайте Все Что Вы Делаете Все Что Вы Видите Даже То Что Мы С 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 Подвергайтесь Сомнению Это Научит Вас Критические Мысли Это Научит Вас Подойти К Творческой К Жизни И Потом К Профессиональной Деятельности Четвертое Пожелание Иногда В Тишине Отключить Абсолютно Все Лягче На диван Накарать Куда Год На Любую Горизонтальную Поверхность И Представьте Себя 50-летним 60-летним Человек Вот В Этом Возрасте И Представьте Себе Что Вы Хотели В 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 Это Очень Важный Момент Многие Люди Считают Что Молодость Стянута Во В В Пространстве Она Проходит Быстро И Кстати Разочарание Часто Происходит У Людей Которые Считают Что Вот Могу Еще Могу Или Уже Не Успел Вот Этот Момент Мог Не Успел Поэтому Не Надо Тянуть Резину Сейчас Время Очень Быстро Динамично Работает Мир Быстро Меняется Если Вы Хотите Чувствовать Себя Уверенно В Этем Мир Вы Должны Также Быть Открыт Этому Миру Но Чтобы Быть Открыт Миру Любите Тишину Иногда В тишине Приходят Гениальные Мысли Иногда В тишине Приходят Хорошие Цели И задачи Которые Хотите Поставить Это Опять От Понятия Информационного Шума В чем Проблема Многих Молодых Людей Они С самого Начала Все Время Находится Большое Количество Отличающих Факторов Это Мешает Средоточиться Это Мешает Понять Кто Ты Большое Количество Ложных Идолов Большое Количество Соблазнов Которые На самом деле Является Просто Бумажкой Фикцией Я Буквально Недавно Разговаривал С одним Журналистом На интересную Тему Общества Потребления Термин Вел Еще Эрик Фрок И По этой Теме Я Интересную Информацию В свое В свое Время Давно Когда Еще Аспиранто Был Прочитал Что На самом Деле Для Многих Крупнейших Бизнес Корпораций Невыгодно Чтобы Массы Были Образованными Культурами В целом Абсолютно Потому Что Думающим Они Будут Ходить В одних Брюках Конечно Они Будут Ходить В одних Брюках Они Будут Покупать Это Барахло Больших Количество Не Будет Брать Ипотеку Не Считая Договора То На самом Для многих Людей Выгодно Иметь Невежественную Массу Многие Называют Это Выведлом Кто-то Называет Не Зная По Разному Толпой Да Неважно В любом Случай Не превращайтесь В эту Массу Вы Индивидуальность Вас Родители Родили Как Индивидуальность Поэтому Эту Индивидуальность Вы Должны Сами Взрастить Не Рассчитайте Что Все Будут Активно В этом Помогать Конкуренция Растет Поэтому Ваша Задача В том Чтобы Найти Самих Себя Внутри Себя Потом Найти Себя В этом Мир И Самое Главное Принять Этот Мир Таким Какой Он Разный Он Плохой Он Разноцветный Как Радуга Я Думаю Что Если Хотя Часть Эти Пожеланий Она Будет Воспринято Умекается Здорово Я Не Хочу Эти Заумные Веси Нет То Что У вас Залихваски Так Сейчас Как Вышло Сказать На самом Деле Это Три Вещи Разобраться В себе Самом Разобраться В окружающем Мире Вот Эти Даже Две Вещи Это Ужасные Ужасно Сложные Вещи Нужно Еще Ребятам Добавить Что Даже Если Вы Будете Сильно Стараться Не Факт Что Вы В этом Разберетесь Самое Важное Что Через Каждые Десять Лет Вы Будете Понимать Что Ошибались И Приходится Задово Что То Делать Но Тем Не Менее Как Думать Об Этому Надо А Мне Вот Еще Недавно Где То Услышал Вы Еще Вопрос Интересный Задавать Вопрос За Чем Умереть Готовы Потому Что В Советское Время Четко Было Сформулировано А За Что Нужно Умирать Умирать Не Пришлось Но Это С точки Зрения Понимания Жизни Когда Ты Сформулируешь Многие Однозначно Скажут Об Этой Семья Многие Однозначно Скажут Это Родина Почему Потому Что Я Подключен Я Считаю Что Посредством Социальных Сетей Я Подписываюсь На Всех Кто Хочет Друзья Я Всех Добавляю Я Не Занимаюсь Такими Изысканиями То Градус Любви К Родине Патриотизм Мне кажется Часто Высокий То Есть Он Растет Я Чувствую Я Вижу Что Он Растет И Как Бы Это Хорошо На Сам Деле Потому Что Родина Это Такая Большая Ценность Такая Системообразующая Человек Любящий Родину Не Пойдет Воровать У Родины Он Ее Сердцем Услышит Как Воровать У Родины Как Странно Слав Ты Кстати Очень Очень Тема Многомерная Сложная И Очень Дискуссионная Здесь Я Все Время Люблю Приводить Мне Нравится Очень Нравится Южная Корея Был Своим Такой Лозунг Я Не Раз Его Проводил Который Как Раз Должен Был Воодушевить Нацию И Сделать Странно Лозунг Настолько Простой Настолько Гениальный Что Просто Я Часто Люблю Приводить Мой Дом Самый Лучший На Улице Моя Улица Самая Лучшая В Горде Мой Город Самый Лучший Стране Моя Странички В твоем Бухаре Четко Понимаете Даже Эта песня Тоже Как раз Характеризуется Все Начинается С малого Вот эти Красивые Эпохальные Лозунги И выражения Они Никого Не задевают Вот 20 Съезд Понимаете Он Уведет Нас Следующие Светлое Будущее Вот В этом Мы Мало Верим Будучи Даже В советское Время Но Сейчас Еще Такой Интересный Флер Сейчас Взяли Вот Крестом Перечеркнули Но ведь Идеология В советском Союзе Она была Правильно Выстроена То есть Нас Называли Зомби Загипнотизированными Какая Разница Как это Называлось Но С точки Зарения Идеологии Она была Выстроена Идеально Фактически Потому что Да Она в конце Рухнула Этому Все Неинтересно Даже Но Как бы Сейчас Мы же Видим Что Вот Это Именно Вот Немножко Определить Вот эти Вот Приоритеты Это Было бы По большому счету Вот это Было бы Добавить И все Было бы Не так уж И плохо На самом Надели То есть Четко Четко Сформулировать Мы Вот Чему Хотим Куда Идем И Справедливости Ради Это Все Как бы Ведь Озвучивается Другой Вопрос Что Как-то Ну Такой Интересный Вопрос Так Тут И дело Да То Что Это Все Озвучивается Это Знаешь Это Как Кидать Бусинки На Лед Они Катятся Просто По Льду Но Никол Это Красиво Выглядит Но Это Никого Не Задевает То Есть Это В Сердце Не В Ходит У Многих Ты Коснулся Вопроса По Поводу Идеологии Этого Слова Бояться Не Надо Все Государства Мира Этим Занимаются Это Есть Понятие Идеологизированность Это Перекос Но Идеологическая Работа Должна Свестись Да Потому Что Государство Извините Это Та Самая Большая Семья Четко Знать Что Это За Государство Какие Него Цели Что Требуется От Граждан И Что Граждане Могут Требовать От Государства Некий Такой Общественный Договор О чем Руссо И Прочие Еще Несколько Веков Назад Прописывали Вот Этот Общественный Договор Должен Государств По Иде Таким Общественным Договором Может Конституция Но Опять Как Показывает Практика Институция Живет Часто Своей Жизнью Несоответственно Определенным Реалям Но Учитывая То Что Все Так У Казахстана Я думаю Есть Перспективы Определенные Шансы Для Того Чтобы Многие Проблемы Решить Было Желание Искреннее И Власти Общества То Мне кажется Что Как раз Важный Вопрос Касательно Идеологической Конструкции Он должен Сейчас Быть Один Из Приоритетов Если Этого Не Произойдет То Опять Вернемся К Названию Коктейля Молотова Таких Коктейля Молотова Будет Очень Много И В голове Взрывоопасно И Не Дай Бог Если Коктейль Молот Оказаться В руках А Когда Он Появляется В руках Это Признак Того Что Вся Вот Эта Конструкция Разрушилась Либо Уважаемые Курбитедусы Я Что Могу Сказать Спасибо Вам Искренне За беседу Честно Сказать Вот Уже На Излете Работе Недели Может Быть У нас Сегодня Получилось Излишне Такое Как Б Немножко Такое Софт Интервью Конечно Я Понимаю Вот Там Кто В Комментариях Упрекнет Я Понимаю Что Досомов Садпаев Их Там Много Вот И Сегодня Мы Ну Наверное Даже На треть Не Погрузились Да Вот В Эту Я Не Побоюсь Назвать В Эту Безду Которая Именуется Там Мысли Много Но Пускай Это Будет Назовем Первое Такое Легкое Софтовое Ознакомительное Это Аперитив Да К основному Блюду Мы Еще Не Перешли Коллеги Классно Это Очень Хороший Пятничный Аперитив С Досовым Садпаевым Вам Огромное Спасибо За приглашение За интересную Вам Спасибо Что Продолжаете Нас Смотреть И По Зато У нас Был Очень Легкий Флер Этого Интервью И Пускай У нас Все Так же И Будет В нашем Обществе В нашей Стране Пускай У нас Все Будет Легко Четко Понятно Оптимистично И Жизнерадостно Пребудет С вами Сила Всего Хорошего До Продолжение следует